Ручки! Казахстан! Шумкен! На площади Аль-Фараби старшее поколение в предвкушении большого праздника. В Шумкен приехал легендарный хор турецкого. Народные караоке номер один. Так называет себя коллектив. Почему мы сегодня здесь? Потому что мы представители от России. Россияне и казахи, братья на века. И это в знак нашей дружбы. Полная площадь людей. Вы сейчас увидите, как площадь через 20 минут будет петь с нами, как один живой организм. Людское море зазвучит. Это большое счастье. Петь вместе, это дает нам идею, что мы живем в прекрасной стране, в Казахстане. Что мы вместе, что в преддверии Дня Единства Народа Казахстана. Это очень важный, я считаю, праздник. Совместное исполнение с народом – основа программы хора турецкого. А пение вживую – это жизненные кредо артистов. Каждый из музыкантов обладает на редкость сильным голосом. Концерт мужского коллектива в Шумкенте разбавила маленькая певица. 11-летняя дочь Михаила Турецкого – Эммануэль. Это ее не первые гастроли. Девочка объездила полмира. Когда я пою «Папа» на концертах, я получаю море удовольствия. То есть для меня стоять на сцене – это вот просто я стою как под кайфом. Потому что это так приятно, когда на тебя смотрит публика, ты их заряжаешь энергией, сама получаешь от этого энергию. То есть это как в новый волшебный мир. Мне это реально очень приятно. Я хочу стать как Бионси в Америке. Коллектив привез 30 музыкальных номеров – старых и новых. Как всегда, на нескольких языках. На этот раз хор турецкого включил в свой репертуар и казахские песни – знак уважения к братскому народу. Хор турецкого был не менее очарован местной публикой, чем публика ими – гостеприимные, активные и веселые. Как отметил Михаил Турецкий, такую публику надо поискать. Даже в России не встречали. Дорогие друзья, спасибо Тенеченке!